Палийский канон. Ангутара Никая. 3.67. Катхавадху сутта. Темы для дискуссий. Монахи, есть три темы для дискуссий. Какие три? Можно вести дискуссию о прошлом, говоря «так было в прошлом». Можно вести дискуссию о будущем, говоря «так будет в будущем». Или можно вести дискуссию о настоящем, говоря «так оно в настоящем». Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не дает категоричного ответа на вопрос, требующий категоричного ответа. Не дает аналитического ответа на вопрос, требующий аналитического ответа. Не задает уточняющего вопроса на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, не откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, тогда в таком случае этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, дает категоричный ответ на вопрос, требующий категоричного ответа, дает аналитический ответ на вопрос, требующий аналитического ответа, задает уточняющий вопрос на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, Тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не подтверждает ведение разговора в рамках того, что является возможным или того, что является невозможным, если не поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если не поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинные, если не поддерживает принятый порядок ведения разговора, тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, поддерживает ведение разговора в рамках того, что является возможным или того, что является невозможным, если поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинные, если поддерживает принятый порядок ведения разговора, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он мечется от одной вещи к другой, сбивает дискуссию с темы, проявляет недоброжелательность и отвращение, сердится, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не мечется от одной вещи к другой, не сбивает дискуссию с темы, не проявляет недоброжелательность и отвращение, не сердится, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он унижает того, кто задал вопрос, ставит его в неловкое положение, насмехается над ним, цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не унижает того, кто задал вопрос, не ставит его в неловкое положение, не насмехается над ним, не цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Тот, кто слушает, тот подходит. Кто не слушает, тот не подходит. Когда человек подходит, он четко знает одно качество, понимает одно качество, оставляет одно качество и реализует одно качество. Четко зная одно качество, понимая одно качество, оставляя одно качество, реализуя одно качество, он достигает правильного освобождения. В этом смысл ведения дискуссии, в этом смысл обсуждений, в этом смысл того, чтобы подходить для дискуссий, в этом смысл того, чтобы слушать, то есть освобождение ума за счет прекращения цепляния. Те, кто во время беседы злится, не допускают возражений, заносчивы те идут по пути, который не является путем благородных, выискивая в споре недостатки друг друга, восторгаясь чужому, произнесенному неправильному слову, промаху, запинки, поражению, благородные не ведут беседы подобным образом. Если мудрецы, чувствуя подходящий момент, собираются говорить, то их справедливые слова согласуются с путем благородных. Так говорят просветленные, без злобы и надменности, с успокоенным, а не бурлящим умом, без горячности, без раздражительности. Они говорят за счет правильного знания, без зависти. Они восхищаются, когда сказано правильное, и не унижают, когда сказано неправильное. Они не изучают лишь для того, чтобы найти недочет. Они не цепляются за небольшие ошибки, не принижают и не пытаются сокрушить собеседника, не бросают беспорядочных слов. Ради знания в качестве цели, ради привнесения уверенности, советуют то, что верно. Вот как благородные дают совет. Таков совет благородных. Осознавая это, мудрецу следует давать совет без надменности. О качествах. Согласно комментарию, эти качества, соответственно, благородная истина о пути, благородная истина о страдании, благородная истина о возникновении страдания, благородная истина о прекращении страдания.